Для кого-то подвиг. Каким образом православные вошли в Великий пост? Аплодисментов не предусмотрено. Что произошло впервые в Хабаровске? По православному. Праздник накануне говения. В этот день мирятся даже люди не церковные. Прощенное воскресенье отметили православные. В храмах прошли особые службы. На них просили прощения у прихожан, в том числе и священники. Чин этот пришел к нам из жизни египетских монахов. На время Великого Поста иноки расходились по одному в пустыню. Некоторые из них уже не возвращались, будучи растерзанные дикими зверями. Поэтому накануне подвижники старались примириться друг с другом. Большинство современных людей постятся без подобного риска для жизни. Однако говение – это все равно подвиг. Бороться с искушениями побеждать страсти не так-то легко. Встать на этот путь нужно без обид. Перед тем, как соединиться с Богом, с Богом нужно примириться с опечалившим нам, ближним нашим. Ибо тогда же примет Господь наше покаяние и наши труды поста и молитву, если мы будем находиться во врождении с ближним своим. Потому что первая заповедь – это возле Бога стыла, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. А вторая, которая не меньше – возлюби ближнего своего, как самого себя. Иоанн Богослов об этом так и говорит, что если ты говоришь, что Бога любишь, которого не видишь, а ближнего, которого видишь, ненавидишь, то ты лжец, ты Бога тоже не любишь и не почитаешь. Поэтому, братья и сестры, войдя на путь спасения, путь духовного поприща Святой Четыридесятницы, которая приведет нас к великому событию Пасхи Христовой, где мы все возрадуемся и возвеселимся и обыдать друг друга, то прежде принесем молитвы покаяния перед Богом и перед ближним своим. И я, как пасты, Ваши, сердечно всех прошу простить меня, кого я обещаю, может быть, своим словом, может, невниманием или каким-то действием. Прошу меня истинно простить и помолиться обо мне грешен. Каждая неделя поста особенная. Так верующих ждет крестопоклонная седмица, память преподобной Марии Египетской, особая служба похвалы Пресвятой Богородицы. Православные не только усилят молитвы за живых, они будут просить Господа и за усопших. Во время поста предусмотрено три родительских субботы. После Великой Четыридесятницы православных ждет Страстная Седмица. Но впереди всегда Пасха. В этом году Светлое Христово Воскресенье отпразднуют 2 мая. В канун Прощенного Воскресенья отошла ко Господу тележурналист информационного отдела епархии Вера Соловьева. Она представилась на 60-м году жизни вследствие тяжелой болезни. По образованию Вера учитель русского языка и литературы. Работала в Дальневосточной научной библиотеке на нескольких телекомпаниях. Вера Соловьева была очень талантливым человеком. Писала сценарии к спектаклям, занималась общественной деятельностью. А еще она всем сердцем полюбила ананайский народ, выйдя замуж за его представителя. Совместно со своим супругом Леонидом Сунгоркиным трудилась в объединении по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов при Амуре. В том числе и ее стараниями там появилась часовня аборигинов. С 2019 года Вера Соловьева работала в информационном отделе Хабаровской епархии. Была корреспондентом, фотографом, когда требовалась и оператором. Репортажи сохранились на интернет-ресурсах. Людей ко Господу они будут приводить и после ее кончины. Во время болезни Вера соборовалась и причастилась. Редакция программы «Благовест» просит молитв об ее упокоении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аплодисментов не предусмотрено. Впервые в Хабаровске состоялся великопостный концерт-лекция. Архиерейский хор исполнил песнопение важных служб, классических и современных композиторов. Их горожане смогли услышать в главном соборе края. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Особенно вызвало восхищение то, что действительно певцы-исполнители делают это без музыки, без сопровождения, как это если в театре где-то или в филармонии, а чисто вот имея ноты и руководство регента. Я впервые слушала хор, получила невероятное удовольствие. Даже не ожидала, что такие тонкие струны души будут затронуты вот именно этими чистыми светлыми голосами. Возникла благость и спокойствие. Концерт был бесплатный, прийти на него смогли все, кто захотел. Транслировалось событие и в социальных сетях. Редакция программы «Благовест» постарается познакомить зрителей с отдельными произведениями, раскрыв значение великопостных молитв. От того, что ты живешь, мы на соседней улице. От того, что тебя живешь, мы на соседней улице. Перед тем, как поститься, можно и повеселиться. Накануне говения православные отметили масленицу. У храмов были устроены народные гуляния с блинами, традиционными русскими забавами. Мы пришли в церковь просто в воскресенье. Попросить у всех прощения. Закончить праздничную неделю. И, может быть, попытаться вступить в пост. Первый раз мы ездили в воскресенье. Да. Не страшно? Нет, не страшно. Мы чисто случайно оказались на празднике. И сын сказал, будем здесь. Никуда не хочет уезжать. Конечно, помогали. Блины пекли. И пряники украшали. Этим праздником завершилась сыропустная неделя. То есть подготовительная седмица, на которой за трапезой верующие вкушали все, кроме мяса. Связана ли масленица с язычеством? Люди, которые занимаются историей, да, историки, они говорят, что в старых всяких находках археологических нет упоминания о том, что язычники празднуют масленицу. Соответственно, они говорят о упоминании о том, что православные христиане празднуют масленицу уже идет к нам с 14-15 века. В пользу этого говорит факт, что масленица является подвижным торжеством. Она отмечается каждый год в разное время в зависимости от даты празднования Пасхи. Однако в народе встречаются неправославные элементы традиции, например, сжигание чучела. Сжигание чучела, и все было введено в советское время, как такой народный праздник с сожжением чучела, с празднеством, с блинами. То есть взяли, можно сказать, христианское, отодвинули празднование, что это пост ради Пасхи, откинули вообще. А само понимание, что это блины, праздник, проводы зимы и встреча весны. У храма Иннокентия Иркутского участие в празднике приняли не только прихожане. В гости пришли военные. Торжество украсили голоса известного хабаровского ансамбля «Красные бусы». И как же без угощения? Желающие смогли ответить солдатской каши до блинов со сгущенкой и маслом. Теперь до Пасхи верующие будут кушать только постные. Субтитры создавал DimaTorzok Песнопения великого поста, которыми наполнены подослужением, удивительно и прекрасно. Однако не только они выражают глубокую внутреннюю борьбу человека с собственными совершенствами. Настроения покаяния, глубинные переживания человеческого сердца были и остаются источниками вдохновения для и для внеблых богослужебного церковного творчества. Так откровенно проникнуто духом покаяния и постового смирения, судя по всему, навеяно мотивами службы прощенного воскресения, произведение нашего современника отца Олега Скобля, по иконе катится слеза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok